Видели просто какой-то погром. А сейчас, конечно, все великолепно. Инфекционный корпус, известный в народе как больница на болоте, теперь не узнать. В здании сделали капитальный ремонт, полностью заменили мебель. Но изменения коснулись не только стены полов. В отделении провели модернизацию. Палаты для больных теперь оснащены специальными пищеприемниками. Медсестра открывает дверь, ставит еду, а больной забирает ее, открыв дверь со своей стороны. Казалось бы, такая мелочь, а количество контактов медперсонала с больными значительно сокращается. Зареченцы получили замечательный подарок 55-летию нашего города. Отремонтированный корпус, хотя, конечно, туда попадают люди, когда с болезнями, это не совсем радует, но находиться в комфортных условиях, хорошо отремонтированном корпусе, мне кажется, все это способствует выздоровлению. В других корпусах ремонт пока еще не закончен. Но, несмотря на обновление, все отделения медсанчасти работали в обычном режиме. Без медицинской помощи не остался никто. О ее качестве и других вопросах здравоохранения шла речь на встрече с мэром. Цель совещания – наладить диалог между властью и сотрудниками медсанчасти. Ведь они видят все проблемы изнутри и могут предложить интересные решения. Я готов. Я, Светлана Васильевна, вся городская структура готовы обсудить, решить, начать реализовывать. Основная проблема – это кадровый голод. Но одним махом ее не решить. Здесь все цепляется одно за другое. Кадровая проблема, она не то чтобы вечная, но она комплексная. Вот и решать ее можно только в комплексе. Нельзя ее решить только выделением жилья. Профессия врача, она действительно очень ответственная, очень тяжелая. Учиться очень тяжело, долго. Участники совещания сошлись на том, что в первую очередь нужно поднимать престиж профессии. И тогда положительные сдвиги не заставят себя ждать. Ксения Тризна, Сергей Пруцкий, телерадиокомпания «Заречный». Продолжение следует... Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok